Конец свободному Сиэтлу между Майданом и Исламским государством. Сносочка террористической организации, запрещенной в России. Статья Нария Новости за 3 июля 2020 года. Дмитрий Косырев. Вот и случилась неизбежная, недемократичная американская полиция пошла на шторм оккупированного радикалами центра Сиэтла, штат Вашингтон. Организованный протест Капитолийского холма Снор существовал долго, почти месяц, с 8 июня, но ничто не вечно. Пришло время разбираться, что это было и что теперь будет. Насчет будет? Вопрос более чем сложный. А демократы, в свою очередь, мечтались провоцировать федералов на жесткие силовые акции без согласования с местными. В общем, потерять голоса на ноябрьских президентских выборах могут обе партии. Вопрос в том, кто больше. А нам, внешнему миру, оставалось со смешанными чувствами наблюдать за внутренним развалом сверхдержавы. А вот что там было. Фактов накопилось сколько угодно. Накануне разгона опубликован отличный репортаж ресурса Daily Signal с уникальными или широко известными видео, скриншотами и прочими наглядными пособиями. Давайте посмотрим, что нам из этой картины интересно. Получается почти ничего, потому что все уже было. Это Киевский Майдан, это ранее попытка устроить что-то похожее в Москве на Чистых Прудах, ну и Гонконг, Каир и далее везде. Ничего неожиданного в Сиэтле на фоне прочих прецедентов не виднеется. Да даже если сравнить СНОП с особняками в Москве, году это в 1918, где сидели анархисты, и тут картина знакомая. Первое. Кругом множество людей с хорошими лицами, дискутирующих на высокие темы и играющих на гитарах, а свои, то есть демократические, СМИ этими лицами восторгаются, трогать таких людей нельзя. Второе. В США не только республиканцы любят оружие. У другой стороны оно тоже случается, хотя демократы и пытаются юридически разоружить Америку. Напомним, ключевой момент создания ЧОП в Сиэтле был в том, что из этой зоны местные власти вывели полицию, закрыв ее отделение в центре. То есть американское государство в этих шести кварталах отменилось. Те же власти окружили ЧОП бетонными надолбами, чтобы никто не побеспокоил мирных радикалов. Радикалы и мирные. Извините. А те привлекли дружественные им оружейные клубы, которые и стали властью. Третья. Власть получилась специфическая. Люди с хорошими лицами, может грабежами и насилием регулярно не занимаются, но в зону проникали и просто уголовники. Хотя драки случались и между своими. Что характерно, среди нескольких убитых за этот месяц на территории свободы большинство черные. И как это у них получается? Ну и понятно, что хотя в зоне была особая территория для курящих, наркотики продавались или раздавались без всяких территориальных или иных ограничений. Четвертое. Насчет свободы. А это для кого как? Часть. ЧАЛП. Оказалось, отведена только для привилегированных угнетенных негров. Правда, имевших право провести туда своих симпатизантов иного цвета кожи. Прочих белых азиатов или латинос туда не пускали с 8 утра и до 8 вечера. Журналистов, хороших СМИ, встречали по всей ЧОП хорошо. Но вот СМИ из республиканского лагеря даже не мечтайте. Демократия, как известно, достояние только демократов. И вновь повторим, чем нас тут удивить? А вот, например, чем? Блогерской публикации нашего американского соотечественника Александра Майстрового о том, что нет принципиальной разницы между вот этими радикалами и исламским государством. Сносочка. Организация, запрещенная, террористическая организация, запрещенная в России. Кто-то еще, может быть, помнит, что не так давно эти джихадисты тоже захватили себе территорию, отобрав ее у двух государств Сирии и Ирака, и начали наводить там свои порядки. Так вот, говорит Майстровой, он, кстати, пишет книги по истории культуры, сравнивая деятельность наших большевиков с современными революционерами. Так вот, большевики, по крайней мере, сохраняли некоторые памятники, хоть и рушили другие, и в целом они доламывали обветшавший деспотизм. А нынешние революционеры целиком отправляют под бульдозер еще недавно работоспособные государства. Как и прогрессистам Запада, пишет этот человек, джихадистам совершенно безразлична судьба, в том числе мусульманских государств. Они, и те, и другие, просто ненавидят все вокруг, готовы полностью уничтожить целые страны, там, где есть для этого шанс, будь то Сирия, Ливия или Йемен. При этом антифа и черные жизни имеют значение, пользуются поддержкой западных глобалистских элит. Так же, как джихадисты имеют поддержку части мусульманских религиозных авторитетов, так эти две головы гидры и терзают тело мировой цивилизации. Но эти два движения не терпят конкуренции, заключает он. Ну да, как сказано выше, они терпят только своих. И если когда-нибудь схлестнуться, то нетрудно предсказать, кто в этой битве окажется победителем. Остается удивляться, почему кроме этого американца русского происхождения никто до сих пор не увидел очевидного сходства с исламским государством, террористической организацией, запрещенной в России, всех этих разрушителей современного общества. Но в самом деле прежняя культура должна быть уничтожена. История должна наводить на мысли лишь об изначальной преступности твоей страны. Отношения между людьми следует выстроить заново и с нуля. С несогласными ни на секунду нельзя дискутировать, а власть надо спровоцировать на насилие, в том числе захватами территорий, чтобы затем ее сбросить. Технология не более того. Да, а почему все-таки в Сиэтле решили разогнать эту майданно-джихадистскую территорию свободы? А в этих шести кварталах вообще-то есть местные жители. У кого там квартира, у кого работа. О них как-то забыли. И власти города, и Антифа. Но они о себе все-таки напомнили. Дмитрий Косырев. Конец свободному Сиэтлу между Майданом и Исламским государством. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.